От пациентки. Чувство заложенности в грудной клетке, отдышка. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациентки 50 лет. Дата исследования, 27 ноября 2020 года. Область исследования, органы грудной клетки, при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация и легочные ткани снижена за счет множественных участков инфильтрации по типу матового стекла, на фоне ретикулярных изменений по типу булыжной мостовой, вовлечение в процесс легких, правая и легкая, верхняя доля 35%, средняя доля 24%, нижняя доля 17%, левая и легкая, верхняя доля 12%, нижняя доля 24%. Общий балл поражения легких — 11%. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, формирование конкресции НЦТХ-9-10, за счет краевых остеофитов по левому контуру тел позвонков. Сердце не расширено, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В правом надпочечнике выявлено овоидное образование размером 26 на 19 на 28 мм, плотности минус 38 плюс 45 Хаунсфилда. Заключение, КТ-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной, пневмонии средней тяжелой степени тяжести КТ-2, с вовлечением в процесс 44% легких. Образование правого надпочечника, более вероятно одинома. Выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника рекомендована консультация терапевта. Ассистент кафедры кандидат медицинский наук КОТ-ФМА. Комментарий врача-рентгенолога. У пациента двухсторонняя пневмония, средней тяжелой степени тяжести КТ-2, с поражением 44% легких. Это уже такое поражение, когда нужно вызывать скорую помощь и госпитализироваться. В правом надпочечнике образование, более вероятно одинома. Это доброкачественная опухоль. Дело несрочное, но потом будет иметь смысл проконсультироваться с эндокринологом. Также есть выраженные дегенеративные изменения позвоночника, с формированием сращения между 9 и 10 позвонками. С этим к неврологу. Вопрос пациентке. Спасибо большое за оперативный ответ. Мою маму очень напугали вчера переговоры врачей, она как человек, у которого брат умер от рака легких очень переживает, что там опухоль. Правильно я понимаю, что речь идет о пневмонии, нет никаких новообразований в легких. Есть предположительно одинома надпочечника, об этом мы не знали, но обязательно займемся после лечения легких. Насчет госпитализации, маму отправили домой и назначили терапию. Сказали вызвать скорую только в случае ухудшения состояния, так как в стационарах с местами плохо. Сами очень переживаем, но отслеживаем все, руку держим на пульсе. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»